Библейский портал экзегет.ру представляет Немия, некоторые куски из Паралипоменон. Ну и вот девятая глава, она начинается с того, что принято решение расторгнуть смешанные браки между израильтянами и язычниками. В основном мужчины-израильтяне брали в жены девушек из языческих народов. И, собственно говоря, Ездра, главный герой этой книги, видит в этом одно из самых страшных нарушений закона, потому что нельзя смешиваться, потому что это открывает дверь для язычества. «И встав Ездра от притвора храма, пошел в жилище Иоанна, сына Елиасивого, и, пребывая там, не ел хлеба и не пил воды, скорбя о великих беззакониях народа». Можно обратить внимание, что Ездра довольно-таки такой властный человек, да. Но в этой ситуации он не пламенные речи произносит, не начинает там вершить суд, наказывать и так далее. Он начинает паститься, да. То есть, собственно говоря, возвращение из плена стало таким моментом в истории Израиля, когда люди сказали, мы неправы перед Богом. Мы очень часто говорим, ты неправ перед Богом, или я знаю, как надо. Ну, и, может быть, это правда, да. Но не этот путь избирают израильтяне в этот момент, да. Есть понятие коллективной вины, все виноваты, да. Ну, все люди грешны. Ну, что, ну, бывает. Но это, на самом деле, оправдание любого конкретного греха. Ну, все же люди грешны, да. Нет человека, который не совершает никаких грехов. Не будем обращать внимание, что кто-то там убивает, ворует и так далее. Это не то. А есть понятие такой индивидуальной праведности. Я-то этим не грешен, а вы все да. Да, но это такое фарисейство в том виде, в котором его вовлечал Иисус. А вот здесь понятие солидарности, да. То есть, яздор не отделяет себя от этого народа. Хотя он лично этого греха не совершал. Но он и не оправдывает его по модели, ну, все грешны, что поделать со всеми бывает, да. Он его воспринимает как свою личную трагедию. Это виновность народа, к которому он сам принадлежит. И было воззвание по всей Иудеи Иерусалиму, ко всем возвратившимся из плена, чтобы собрались в Иерусалим, а которые не явятся в течение двух или трех дней у тех по суду председательствующих старейших, но от них-то будет имение, и сами они отчуждены будут от сонма бывших в плену. Смотрите, что они делают. Они собирают собрание. Яздор мог бы издать указ, диктаторский такой путь, да, полномочия. Мог бы сказать, да ладно, ну, в конце концов, что вот, я невиновен, а остальные как хотят. Нет, солидарность предполагает, что народ сам решает свою судьбу. Более того, если человек отказывается в данном случае участвовать в этом собрании, то он, по сути дела, вычеркивается из списков народа, да. Вот у нас часто возникает вопрос, какую занять позицию в разных сложных ситуациях, касающихся страны, народа, государства, да. А вот занять надо какую-то, да, человек, который говорит, а мне все равно, он, по сути дела, не гражданин своей страны. И можно еще обратить внимание, что по суду председательствующих старей, еще нотним-то будет имение. То есть не произвол, не ситуация, когда кого-то обвиняют и немедленно у него все отбирают. Но человек перед судом может оправдаться, мало ли он болен был, или что-то еще случилось. И в три дня собрались в Иерусалим все бывшие от колена Иудина и Вениаминова, а других уже, в общем-то, нету, да, после ассирийского завоевания. Это было в девятый месяц, двадцатый день сего месяца. И сидел весь народ во дворе храма, дрожа от наставшей зимы. Но девятый месяц, мы считаем, где-то от апреля, то есть действительно самая зима. Ездра, встав, сказала, вы сделали беззаконие и живете с иноплеменными женами, прилагая грехи Израиля. Итак, воздайте теперь исповедание и славу Господу Богу отцов ваших и сотворите волю его, отделитесь от народов земли и от жен иноплеменных. И возгласил весь сон, мы сказали громким голосом, как ты сказал, так мы и сделаем. Но сон многочислен, время зимнее, мы не в силах стоять под открытым небом, и делаем это для нас не одного дня, а не двух дней. Ибо весьма много мы согрешили в этом. То есть, смотрите, с одной стороны, народ все это признает, с другой стороны, ну, как часто бывает, митинг собрался, все кричат «Ура!» или «Долой!», да, потом разошлись, и ничего не происходит. Все проорались, выпустили пар. А здесь, да, не приняли решение, но дальше начинается работа. Да, вот это «Ура!» или «Долой!» абсолютно ничего не значит, если потом не начинается методичный труд по исправлению ситуации. Сложный труд, да, много спорных случаев, много людей, которые на самом деле не хотят, хотя, может быть, промолчали, не желая себя противопоставлять. То есть, это дело долго. «Посему пусть поставлены будут начальники над Сонмом, и все те, которые из селений наших имеют у наплеменных жен, пусть в свое время приходят к ним, со старичными и судьями каждого места, доколе не отвратится от нас гнев Божий за это дело». То есть, никакого самосуда, да, когда немедленно бегут все и начинают вершить там «правосудие», якобы в кавычках. Никакой спешки. Надо разбираться с каждым конкретным случаем. Да, вот принято принципиальное решение, дальше начинаем разбираться. «И приняли на себя это и Анафан, сын Асаила, языки, сын Фео, Кане, Амесулам и Левис и Савати содействовали им, и исполнили по всему этому возвратившиеся из плена. И выбрал себе ездор освещения главных родоначальников всех поименно, и сошлись они в Новолунии десятого месяца для исследования дела». Да, то есть, месяц примерно на это был. «И приведено к концу исследование о мужьях, державших при себе иноплеменных жен, к Новолунию первого месяца. Еще два месяца прошло до окончательного вот такого устройства этих дел. «И нашлись и собравшихся священников, которые имели иноплеменных жен, из сынов Иисуса, сына Иоседекова, из братьев его Мафиласа, Ильазара, Иориф и Иордан, которые дали руки отвергнуть жен своих и принесли овнов в умилостивление за грех свой». Интересно, приводится список священников, да, то есть, оказывается, даже они, люди, которые, казалось бы, должны были в особенной степени хранить эту ритуальную чистоту, они все-таки не были достаточно в этом смысле чистые. «Сынов Эмира, Анани, Изавдея, Манис, Исами, Ириила, Азарии, сынов Фессура, Елеона, Исмасии, Исмаила, Нафанайл, Иокудила, Салоя, из левитов Йозавады, Семейса, Коля, он же Калита, Ипофеи, Иуда, Иона, из священопевцев, то есть, хор при храме, или Асафа, Акур из привратников Соломы Толуана». Ну вот, смотрите, значит, список, почему это важно, ну, наверное, потому что потом могут возникнуть какие-то вопросы, да, ведь это смешение с язычниками, оно предполагает, что потомство уже не является чистым израильским, да, а вот здесь вот будет говориться, что, да, был такой эпизод, но они расстались, да, об этом дальше будет подробнее. «Из народа израильского, из сынов Фороса, Иермы, Иезия, Мелхии, Маила, Ильазары, Осевия, Иванея, из сынов Ила Матфания, Захария, Израил, Иоавдии, Иеремов, Иаидия, из сынов Замов, Иелиады, Илеосим, Афония, Иеремов, Исавад, Изиралия, из сынов Виваия, Иоанн, 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 Иоазавад, Иамафия, из сынов Мани, Улам, Мамух, Иеде, Иасу, Исаила, Иеремов, из сынов Адди, Нааф, Имоосия, Лакуны, Наид, Матфания, Исесфилы, Волну, Иманасия, из сынов Анана, Илеона, Иосаи, Имелхии, Исавеи, Исиманхосамей, из сынов Асома, Алтане, Иматафии, Саванеи, Илифалат, и Манасии, Исимей, из сынов Аания, Иеремии, Момди, Исмаиры, Иул, Мавдай, Ипедия, Ианос, Равасионы, Иенасив, Имам, Нитанем, Елиасис, Ванус, Елиалису, Мейси, Леми, Инафане, и сынов Езора, Сесис, Езри, Лазаил, Самад, Замри, Иосиф, и сынов Еф, Мамазите, Заводе, Иде, Иул, Ванея, в Сесии, жили с женами иноплеменными, отпустили их с детьми. То есть дальнейшее их потомство, если оно будет, оно чисто израильское. Ну, конечно, мне хочется задать вопрос, а что же все женщины были такие прям закоренелые язычницы, что не было варианта обращения их в единую веру? Книга Руфь нам показывает, что да, это бывало. Более того, даже после смерти мужа, его вдова Руфь, она, собственно, становится израильтянкой полноценной. Ну, вот Ездор в этом отношении очень суров, и, как всегда, бывают две таких линии. Вот строго, ну, окривее, как называется, от православной традиции, и такая, скажем, либеральная или экономия, как тоже называется, православной традиции. Все исполняется точно, как написано, или, сообразуясь с обстоятельствами, иногда что-то исполняется, а что-то нет. Вот в Библии мы видим Руфь, книга, которая либеральная или по экономии поступает, и окривее мы как раз видим в повествованиях о Ездре, где все делается строго по букве. Как правильно? Ну, и так, и так, да? Вот единого ответа часто не бывает. «И поселились на Волуне седьмого месяца священники, и левиты, и израильтяне, бывшие в Иерусалиме, и области его, и сыны Израиля в местах своих». То есть уже вернулись после этих вот центральных каких-то собраний. «И собрался единодушно весь народ на пространство перед восточными воротами храма, и сказали Ездре священнику и чтецу, чтобы он принес закон Моисея, данный от Господа Бога Израилева. И вынес первосвященник Ездре закон ко всему народу, от мужчины до женщины, и ко всем священникам, чтобы слушали закон Новолуния седьмого месяца». То есть вот новое собрание, которое посвящено одному слушанию закона, да? Вот больше ничему. Потому что есть закон, и надо понять, как жить. Собственно, это вот пятикнижия, видимо, читается, да? «И читал им его на пространство перед воротами храма с утра до полудня перед мужчинами и женщинами». Тоже важно, что женщина – это не просто друг человека, как во многих архаических культурах, это такой же участник и такой же член Божьего народа, да? Который точно так же должен исполнять, или которая точно так же должна исполнять эти заповеди. «И стал Ездре священник и чтец на приготовленном деревянном возвышении. Перед ним стояли с правой стороны Матафи, Исамус, Анани, Азария, Урия, Изыкия, Волсам, а с левой Фалдей, Месаил, Мелхия, Аофасу, Внавария, Захария. «И взяв Ездра книгу закона перед народом, со славой сел пред всеми». И когда он объяснял закон, все стояли прямо. То есть, смотрите, он ее не только читал, но и объяснял. Да, и, может быть, где-то переводил, потому что, в конце концов, люди уже в основном по-арамейски говорили, а закон написан на древнееврейском немножко другом языке. «И благословил Ездра Господа Бога Всевышнего и Бога Саваофа Вседружителя. И весь народ возгласил «Аминь», и, подняв кверху руки, и, припав на землю, поклонились Господу». То есть, смотрите, мало иметь закон, мало иметь текст Священного Писания. Нужно, чтобы люди его читали. Ну, тогда, допустим, не хватает, чтобы в каждом доме был свиток свой. Дорогие книги, редкие. Значит, есть, по крайней мере, текст одного у Ездра, он его прочитывает всем. Мало того, чтобы он был прочитан, нужно его объяснить. Мало того, чтобы он был объяснен, нужно с ним согласиться, нужно его принять. Да, и народ это делает. А иначе это все бессмысленно, да. Ну, мало ли что, где там, какая книга, у кого лежит на полке. Также Иисус и Аниоф, и Сарави, и Адин, и Акуф, и Саввати, и Автеем, и Анна, и Калита, Азари, и Азавты, и Анани, и Фали, и Левиты. Это вот те, которые рядом с ним стояли. Поучали закону Господа и читали преднародным закон Господа, объясняя притом чтение. Тоже очень важный момент. Они не просто читали. Как они читали? Может быть, сменялись, потому что Ездра одному было трудно все время читать. Может быть, у них были какие-то небольшие группы, да, то есть здесь не указано, но там огромное собрание, Ездр где-то в середине читает, не было так даже микрофонов, динамиков всяких. Не все его слышат, да. Может быть, потом они вот распределили этот народ по каким-то таким более удобным группам, и каждый в этой группе отдельно уже с людьми читал и разбирал. Но важно, что это было объяснено всем, да. То есть вот уже в Ветхом Завете мы видим принцип, что Священное Писание, оно для всех. Это не какая-то книга, которую там священники иногда где-то читают, потом они нам, если нужно, расскажут. Нет, это касается каждого. «И сказал Атфарат Ездре, первосвященнику и чтецу, и левитам, которые поучали народ ко всем, «День сей свят Господу». И все плакали во время слушания закона. А чего они плакали-то? Но, наверное, люди понимали, насколько они не соответствуют этим требованиям. Они так, может быть, догадывались, что живут не всегда хорошо, они все делают правильно. Это было такое абстрактное ощущение. А тут вот они поняли, насколько они действительно виновны. И вдруг неожиданно продолжение этой прямой речи. «Идите, ешьте тучно и пейте сладко, и пошлите подаяния неимущим». То есть празднуйте, пируйте, угощайте тех, кому нечем угоститься. «Ибо день сей свят Господу, и потому не скорбите, ибо Господь прославит вас». Также и левиты внушали всему народу и говорили, «День сей свят, не скорбите». Как же не скорбеть, когда они скорбят о своих грехах? А ровно потому, что вот это начало исправления, начало покаяния. И поняв, что все не так, человек может исправить это не так. И это праздник, это радость. «И пошли все есть и пить, и веселиться, и подавать подаяния неимущим, и веселились много, ибо они проникнуты были словами, которыми поучаемы были в собрании». Вот тоже мне очень всегда это интересно было читать, что чтение закона становится поводом для празднества, для пира, для веселья. Да, хотя, казалось бы, это повод для покаяния. Но закон — это великая ценность. В Ветхом Завете, безусловно, для человека самая большая ценность, которая доступна, но и в Новом Завете законы пророки, то, что постоянно ссылается Иисус, и Писание, которое потом возникает уже как Писание Нового Завета, вот это для всех, и это для радости. Хотя можно сказать, что иногда чтение нас приводит к глубокой печали о том, насколько наша жизнь не соответствует всему этому. Ну, на этом заканчивается вторая книга Ездры. Напомню, что она не каноническая, то есть мы не считаем ее абсолютно такой же, как и канонические книги, авторитетные, подлинные. Да, это скорее некоторое такое размышление, комментарии где-то на полях Библии, на границе между Писанием и Преданием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!